Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами обратимся к словам гимна из песни-песней, 8 глава, 6 стих. «Крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее стрелы огненные, а на пламени весьма сильный». Это знаменитый гимн, который начинается словами «Положи меня, как печать на сердце свое», «Положи меня, как перстень на руку твою». Нет более прекрасных слов о любви во всей мировой поэзии. И то, что нас здесь более всего интригует, это, конечно, образ ревности. Потому что в нашем языке слово «ревность» не имеет никакого положительного смысла. Нет ничего более, как сейчас говорят, токсичного, разрушительного, отвратительного, жалкого и презрительного, чем ревность. Ревность жены, ревнивый муж тоже всегда жалкий и нелепый мужчина. И понятно, что в супружеской паре или в отношениях между людьми, где проникает ревность, нет никакого будущего. Это то, что обречено на полный провал и неудачу. Но в Священном Писании это слово имеет немножко другое значение. Иногда его переводят в данном стихе как слово «страсть». Но и это не совсем то. Это действительно страстное желание. Но самое интересное, когда это слово применяется к самому Богу. Потому что когда сказано «Бог есть Бог ревнитель», то представлять его себе по образу ревнивого мужа, по меньшей мере, просто было бы нелепо и глупо. Понятно, что за этим стоит нечто совершенно другое. Это всегда очень полезно понимать. Мы никогда не знаем значение слов до тех пор, пока оно нам не раскрывается из контекста. Нам кажется, что мы знаем, что такое ревность. И поэтому, когда говорится «Бог ревнитель», то нам кажется, что мы уже все знаем. На самом деле, нам лишь предстоит узнать, что такое ревность, о чем идет речь и кто такой Господь. Во-первых, в этом гимне возникает тема разлуки и расставания. Именно на фоне каких-то вселенских сил, космических сил, расставания, разлуки. Потому что время и пространство — это вот и есть те категории, которые нас разлучают. Мы разлучаемся географически, когда расстаемся с близкими людьми и уезжаем в другой город. Мы расстаемся во времени, когда кто-то нас покидает окончательно. И поэтому пространство и время — это средства вселенской разлуки. Так можно сказать. И никто над нами не имеет власти, над их силой. Они как бы царят на земле. Но вопреки всему этому, песнь утверждает, что есть нечто, что пребывает, что сильнее и того, и другого. И вот эта тема разлуки и тема пребывания. Поэтому говорится, положи меня как печать на сердце твое, как перстень на руку твое, для того, чтобы пребывать. Хотя глагола нет, но есть прекрасный образ, который выражает то же самое, о чем говорит Христос в прощальной беседе со своими учениками в Евангелии от Иоанна, в 15 главе. «Прибудьте во мне, как я вас». Это он говорит накануне расставания. Также он говорит, радость вашу никто не сможет у вас отнять, похитить. Есть нечто, что остается. В данном случае в Евангелии это радость, которая пребывает, несмотря на смерть. И здесь возникают еще другие образы вот этих вселенских сил, безжалостных, великих, перед которыми человек бессилен как человек. Смерть, шиол. Шиол — это преисподнее, то, что греки называли словом аид. Великие воды — это морские пучины первозданного хаоса, в которых шевелятся какие-то чудовищные животные, монстры. Великая бездна хаоса, те силы зла, над которыми человек не имеет власти. Потоки. Человек Библии очень не любит воду, особенно потоки. Они всегда символизируют собой смерть, опасность, а поэтому чувство тревоги. Тревоги, с которой ты тоже не в состоянии справиться с теми несчастьями, перед которыми твоя душа будет беззащитна. Потоки обязательно — это те волны, которые поглощают человека. Но что может угрожать любви? Никакими человеческими средствами противостоять всему этому невозможно. Все подвластно течению времени. Но именно на этом фоне такого космического хаоса, небытия возникает восхитительный порыв чувства, который бросает вызов всем силам ада. Совершенно безмятежный, решительный. Любовь никогда не кончается. И, конечно, здесь начинается со смерти, потому что смерть — самый страшный враг. Ад — это страна забвения, потому что там нет памяти о Боге. Из ада нет возврата — это обитель смерти. И о Шооле говорят о том, что он ненасытный, он ревнивый. Вот здесь вот образ ревности, потому что он не отпускает своих пленников и очень ревностно относится к своей власти. И, конечно, это очень созвучно в молитве псалмопевца. В 16-м псалме «Ты не можешь меня предать Шоолу, ты не оставишь друга твоего увидеть тление». Те слова, которые в книге «Деяния» апостола Петр повторяет, как пророчество, которое исполнилось в пасхальное утро. Воскресение Христа — это то, что расторгает власть всех этих сил и утверждает ту силу, о которой уже говорится в «Песне песни». Смерть до этого оставалась непобедимой. Даже великие миры сего склоняют перед ней главу. Но любовь возлюбленного с большой буквы — она сильнее смерти. Вернемся все-таки к образу ревности. Ревность, она сродни этих разрушительных сил. И если вдруг она возникает, это по-настоящему как чума, как гангрена. И спасти уже супружескую любовь, спасти брак уже невозможно. Это в человеческом мире, в мире людей. Но божественная ревность принципиально иное. Божественная ревность — это то, что обладает силой жизни и силой воскресения. То есть, когда мы говорим ревность, то мы подразумеваем чаще всего ад, шоол, который ревностно удерживает своих пленников. Но теперь, когда мы говорим о Боге, то мы видим принципиально иное. Мы видим некую силу жизни и воскресения. И поэтому в книге пророка Иезекииля рассохшиеся кости, рассеянные на поле битвы после кровопролитного сражения, вдруг этой силой превращается в великое войско живых. Овцы, которых отец доверил Иисусу, никакая ни сила не сможет вырвать из его объятий. Они никогда не вкусят смерти, потому что любовь всегда сильнее смерти. Урок «Песни песней» и урок священного писания в том, что если в супружеской любви, да и не только в любви, во всем, что ты делаешь в своей жизни, нет божественного присутствия, нет этого священного огня, то даже самые прекрасные поступки устремления души могут обернуться огнем преисподней. Супружеская любовь оборачивается неутолимой жаждой, пропастью, бездной небытия. Потому что в глубине человека и в глубине человеческих отношений тоже божественная бездна. Даже если мы иногда не хотим об этом думать, этого видеть, нам кажется, что все гораздо проще. Даже у самого простого, примитивного человека, который живет самыми простыми потребностями, в любой момент могут развернуться эти бездны, с которыми он навряд ли сможет справиться. В одной из проповедей Блаженный Августин восклицает «Любовь сильна, как смерть. Какие восхитительные слова, братья! Невозможно с большим величием выразить силу любви. Сильна, как смерть, любовь! Братья, кто устоит перед лицом смерти? Послушайте, можно противостоять пламени, потокам, мечу, противостоять тиранам и царям, Но приходит смерть, кто ей противостоит? Нет ничего сильнее, только любовь соизмерима с ее силой. Можно сказать, что любовь сильна, действительно, как смерть». Вероятно, Блаженный Августин, конечно, всегда в памяти возвращался к словам из поэма Вергилия «Все побеждает любовь, покоримся, и мы ее властью». Теперь нам легче понять образ ревности. Она неумолима, как шеол, как ненасытный шеол. И поэтому слова псалма «Кто может вырваться от власти преисподней?» То есть от ревности возлюбленного. И теперь мы возвращаемся к образу Бога. Господь, Бог-ревнитель, говорится в книге «Исход». В Писаниях об этом повторяется неоднократно. Но тоже нужно понимать, что в контексте возвращения из Вавилонского плена эти слова обретают новое звучание и новую полноту. Божественная ревность — это прежде всего непреклонность божественной любви. До Вавилонского плена она была больше связана с идолопоклонством со стороны народа. Эта ревность была направлена против Израиля, как неверной жены. Но только не нужно думать, что Бог в этом смысле становится каким-то жалким, как ревнивый муж. Нет, его ревность совершенно обоснована, потому что, если себе представить, ради кого верующие люди оставляют Бога, ради идолов, которые есть ничто и просто не составляют никакой конкуренции, понятно, что здесь ревность — самое прекрасное подходящее слово. Но после Вавилонского плена и вот в «Песне, песне» мы видим, что произошел и здесь совершенно невероятный переворот. Если в древности было сказано «Я ревнитель, который наказывает за грехи отцов, детей, внуков, правнуков, тех, кто меня ненавидит», то здесь ревность возлюбленного открывается как ревность, имеющая исключительно положительное значение. Она больше не направлена против неверия, против идолопоклонства. Напротив, она направлена на то, чтобы защищать, спасать и заступаться за возлюбленную. И вот этот потрясающий переворот. И поэтому, если в ваших семейных отношениях вдруг возникает ревность, конечно, там всегда есть частичка чего-то божественного, прекрасного, и это нужно сохранить. Если эта ревность направлена не на то, чтобы кого-то убить, отомстить кому-то, но направлена на то, чтобы защитить и спасти свою лучшую часть, заступиться за возлюбленную, то здесь совершенно другая история. И в этом смысле Библия нам дает потрясающий урок мудрости. Точно так же, как Христос плачет над Иерусалимом в Евангелии и сравнивает себя с наседкой, которая защищает своих птенцов, которая собирает их под своими крыльями. Вот образ этой ревности. Это ревность матери, которая своими крыльями покрывает птенцов, которая ревниво их помещает под свои крылья, когда лают псы, говорит блаженный Августин, когда что-то угрожает, пугает, нарушает покой. Ревность как заступница, как покровительница тех, кого тебе доверил Бог. На исходе своей земной жизни Господь в прощальной беседе в Евангелии Тюанна тоже говорит, «Отче, я сохранил тех, которых ты дал мне, и никто из них не погиб». И божественная ревность в песне-песне — это та самая сила возлюбленного, которая поставлена на служение, которая сохраняет его невесту, сохраняет завет. И этот образ находит свое дальнейшее развитие в следующих стихах, потому что возникает образ огненных стрел. И здесь опять огонь. И мы понимаем, что это общее место. О любви часто говорят, как о пламени, который опаляет душу, который сжигает, испепеляет. Любовь ранит, поэтому у нее стрелы. Любовь обжигает. Она как удар священной молнии. Но в данном случае это стрелы, которые нацелены на тех, кто угрожает возлюбленной, которые уничтожают и поглощают тех, кто хочет ее ранить или настичь. Любовь возлюбленного как будто окружает своим пламенем ту, которую он любит. Как Господь обещал через пророка Захарию, я буду для тебя стеной огня, чтобы окружить тебя. Итак, во всех цивилизациях, во всех культурах, любовь легко ассоциируется с огнем, с пламенем. Ревность — это тоже пламень, страсть. Огонь — это привилегированный символ божественного присутствия и откровения. Все великие Теофании на Синае, на Кормиле, в Новом Завете огонь Пятидесятницы впервые возникают, находят свое совершение в заключительных стихах песни-песни. Пламя Господне, огонь Духа, огонь Любви, и возлюбленная уверена, что ничто никогда не сможет потушить это пламя. Воды всего мирового океана, первозданного хаоса, собранные вместе, не способны поглотить ее, точно так же, как и пламени Шиола не способен ее нарушить. Никакие нистовые бури, морские пучины не унесут любовь. На портале «Экзагет.ру» с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...